Человек знает тогда, знает, где путь спасения, что Христос умер за нас. Откуда ты знаешь, что Христос за нас умер? Так написано. Где написано? В Святой Библии, Евангелии, вот которую я показывал сейчас. Ты меня сейчас брешь или что? Ну и вы спросили, я ответил, у вас что это? Христос умер не за нас, Христос умер за людей. А мы кто? Не люди? Мы? Да. Мы бесы. Ну может быть вы бесы, а мы с Богом живем. А мы с Богом живем? А мы живем, исполняем Его заповеди по Духам Святым, Господь помогает. Заповеди у Бога не исполняем, мы живем по заповеди Иоанна. Ну вот это плохо. А мы встаем, мы встаем в 4.40, начинается молитва, каждый день. Семь раз молимся, считаем Слово Божие, творим добрые дела. Поэтому мы рады, что Христос нас призвал, воодушевил. Если у вас есть духовные вопросы о спасении души, о вечности, можете задать. Можете задать. А есть жизнь после смерти? Нет, я же не изменяю, что мне делать? Так-то пусть покажется, кто говорит. Вы обманываете, не мы разговариваете. Ваши губы сжаты. Нет, я же не изменяю, что мне делать, как мне быть вообще? Давай, пускай он, подвиньтесь ему, пропустите маленько рядышком. Пропустите маленько рядышком. Вот так. Я слушаю ваши вопросы. Я говорю, а есть жизнь после смерти? Подождите, вы далеко от микрофона, что-то плохо слышно. Жизнь после смерти есть? Да. Ради этого все и идет. Сейчас, секундочку. Душа, она перерождается или попадает на небеса? Так написано. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. А 25 глава Евангелия от Матфея говорит Господь. И скажу им, разделят, как овец и козлов. И скажу стоящим на правой стороне, войдите благословенно в радость Господина своего, ибо я алкал, вы накормили меня, жаждал, напоили, был в темнице, посетили, больного навестили. Они скажут, а когда мы видели тебя? Господь скажет, одному из малых всех верующих меня помогли, это мне сделали. И пойдут все в радость вечную со Христом в раю. А другим, которые слева скажут, отойдите, проклятый, в огонь вечный, не знаю вас. Я жаждал, алкал не посетили, не навестили, куска не подали. Вы жили для себя. И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 46 стих. Это у вас все в голове? Конечно. Конечно. Я 56 лет этим занимаюсь. Ничего себе. А вот у меня друг хочет вас спросить еще. Пожалуйста. Я жене изменяю. Что мне делать? Что делаете? Жене изменяешь? Жене изменяю. Что? Ну что тебе? Ты же знаешь, что это нехорошо. Что тебе нужно? Ты уже касс в совести имеешь. Тебя совесть-то мучает. И ты можешь ее заразить венерической болезнью. А кроме того, потерять ее доверие. А я предохраняюсь. Ну мало ли еще предохраняюсь. Что тебе одной жены не хватает? Она еще беременная? Нет. Ну а какая тебе разница-то? Какая тебе разница? Ты же женился-то ее? Не говорил, что я буду под бушевым бабом ходить. Эти люди называются блоги. Интересно, никто не отменял. Прелюбодеи. Прелюбодеи царствие Божие не наследует. Он будет вечно гореть в огне с сатаной. Разве вас это не удержит? Приди, попроси прощения у ней. И больше никогда этого не делай. Больше никогда этого не делай. Чего ж ты как кобель без хвосты? Как кобель без хвосты. Чужую, суку ищешь. Да разве можно это? Он мне расскажет, она его бросит. А это не знаешь. Я как-то был в районе. Такой высокий парень подошел. Меня отдельно отзывает поговорить. В район я ездил. Я говорю, в чем дело? Да вот котел тут сварили. Ну и сдумали обмыть. Я говорю, еще дырявый был. Да нет. Обмыть это значит выпить надо. А я делаю вид, что я не знаю. Ну и вот проснулся. А там, оказывается, я не дома сплю. И лежит чужая девка рядом. А я говорю, со своей Наташей-то так мирно жили. Так любим друг друга. Что делать? А сам плащет. Здоровый такой русоволосый парень. Я говорю, выход только один. Кайся, молись и рта не раскрывай больше. Ты потерял кафедру. Теперь у тебя в семье не ты главная, а жена главная. Вот больше ничего нельзя сделать. Отстань от этой заразы. Попроси ее, упади в ноги ей и скажи, я виновен. Я предатель. Не ищи себе каких-то льгот. Назови вещи своими именами. Назови вещи своими именами. Спасибо. Да. И тогда город Барнаул. И вы скажите тогда, сходите к священнику, сходите, исповедуйтесь в церкви. Так, повторите вопрос. Всех благ вам. Он что-то хотел сказать. У нас большие ресурсы, я могу вам сказать. Вы зайдите в скайп, в скайп, Игнатий Лапкин. Два слова запомните. И вы на меня выйдете, я вам скину все данные о нас. У нас очень большие ресурсы. Давайте, какой у вас скайп. Нет, телефона тут нет никакого. Я скину, что у нас Ютуб. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Во свете Библии, два слова поставь только. А вам можно по скайпу звонить? По скайпу звоните. Я скажу, когда. С четырех Москвы до четырех дня. С четырех до четырех. У нас разница четыре часа. Как раз буду я свободен. Как еще раз вас найти? Игнатий Лапкин. Лапа, Лапа. От него уменьшительное слово. Лапка, маленький. Игнатий Лапкин. И я вам отвечу там. Вы только напомните, что вы были двое. Мы хорошо побеседовали. Вы не матерились. Просто приятно было с вами встретиться. Не голые, не пьете ничего. Видите, я просил Бога, молился, и Бог мне ответил. Я вышел на вас. У меня даже крест есть. Прекрасно. Теперь будь... Ага. А теперь, соответственно, кресту помни, что на кресте распят Христос. Он умер за вас. Он заплатил страшную цену, чтобы мы жили для него. Для Бога в радости. Игнатий Лапкин. Лапкин, да. В скайпе зайдите. А если зарядите, напишите канал, слово канал, во свете Библии, Игнатий Лапкин, во свете Библии. И вы зайдете на наш канал. У меня 17 300 роликов. Это в Ютубе? Да, в Ютубе. Да, в Ютубе. А вот у вас ватсапа нету? Вот по ватсапу там вам подходит? Нет, у меня нет ничего. У меня единственное, что есть, мне подарили. У меня ничего нету. То, что у меня есть, это все кто-то дал. А я свое все отдал. У меня ничего нету. Это Бог мне дал такую жизнь. Бог мне дал такую жизнь. Жить не для себя. Я вот 45 лет только был начальник детского лагеря, который сам основал. Тысячи детей подняли. Без помощи государству. Строим православную деревню. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одна на всю нашу страну. Еще раз. Как ваш канал на Ютубе называется? Во свете Библии. Вот свет от Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. И вы сразу выйдете. Но, если вы зарядите через Google сайт, не Skype, а сайт, то наш сайт. Вы там зайдете, там море информации. Там 50 книг моим голосом насчитанные. Там мои книги, 38 томов, которые у меня вышли. А вот если я захочу опять с вами вживую побеседовать, как нам это сделать? По скайпу. По скайпу. По скайпу. По скайпу на меня. Зайдите, Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет с этой фамилией и именем. Все хорошо. Все, всех благ вам. Храни вас Господь. Как вас звать-то? Меня Николай. Меня Илья. А вы? А вы? Илья. Илья. Вот запомните. Николай означает победитель в переводе на русский язык. А Илья – Бог моя крепость. Бог моя крепость. Как еще раз? Николай – это победитель. Николай – это победитель. Победитель. А это Бог моя крепость. Это еврейское имя. Вот и спасайся в Боге. Хорошо. Да. И с женой наладь отношения. Наладь. Потом будешь жалеть. Срамоту такую развел. Разве можно так? Тебе драть надо? Драть надо. Согласен. Спасибо вам. Ну, вот так. Во славу Божию. Так, Николай и Илья. С Богом. До свидания. До свидания. Знаешь таких слов? Ну, послушай тогда. Опусти маленько пониже голову. То я буду вам рассказывать. Не могу. Вот смотрите на меня. Вот, глядите. Бог дал нам закон свой. Вот. Он называется Библия. Тут известно, как Бог сотворил первого человека, Адама и Еву. И как они согрешили, съели запретного плода. И они духовно умерли. И из-за них мы умираем все. В Адаме все умирают. А во Христе все оживут. И вот прошло... В чат-рулетке можно сидеть? Что? В чат-рулетке можно сидеть? Сидеть? Ну, вот, общаться вот так вот можно? В чат-рулетке можно сидеть? Не надо тут сидеть. Тут еще хорошего нет. Мы пришли, как врачи, помочь людям встать на ноги. Считаем Слово Божие. Это место разврата. Содом и Гаморра. Бог его выжигать будет. Безопраздники матерятся, курят, колются, блудят. Все открыто. Безумие полное. Ну, и вот теперь прошло 5508 лет от Адама и Евы. И родился Христос Иисус. И он 30 лет жил, 33 года. А потом его распяли. Он умер за наши грехи. За наши. Мы омыты кровью его. Духовно. И он дарует жизнь вечную. За гробом есть другая жизнь. В аду с сатаной мучается или со Христом в раю. Вот ради... Где будете? Ради этого нужно все делать. Так, вас плохо слышно. Микрофон далеко. А вы где будете? Я нигде. Я дома нахожусь. Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Ага. А вы священник? Я не священник. Брат у меня священник. А я проповедник, миссионер. Мы проехали с Благой Вестью. Вот я из Барнаула до Владивостока. А потом до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтию. У меня вышло 38 томов книг. Я их подарил в 650 библиотек. А где вы сейчас сидите? Вот что это за место такое там? Вот у вас, если будет желание встретиться, вы запомните моё фамилию и имя. Игнатий Лапкин. По скайпу вы меня найдёте. Я вам скину все наши ресурсы, очень богатые. Ютуб, сайт, форум. Игнатий Лапкин. По скайпу. А если зарядите Игнатий Лапкин во свете Библии, то это вы зайдёте на наш Ютуб канал. Канал очень богатый и большой. 17 300 роликов. А подписчиков? Подписчиков 42 тысячи и просмотром 42 миллиона. Круто. Да. И какие вопросы, может, есть? Да нет вопроса. Не знаете, да? Вот если вы по скайпу зайдёте, я вам скину материалы. Хорошо. Богатые. Ну всё, пока. До свидания. Пока. До свидания. Сколько людей у вас кресло в каждом городе есть, которые были в клинической смерти. А у нас в Барнауле, она три дня была мёртвая. Три дня. Я жила. А у меня справка, что она умерла, вызвали забирать. А она жила. Клавдия Устюжанина. Зарядите. И она всё рассказывала. Так мы и по Библии знаем. Мы не просто так вслепую верим-то. А нам Господь открыл истину. И в это верят сегодня 2 миллиарда 200 миллионов. Сегодня. Сомневаюсь, я очень сомневаюсь, что в этой серии... Ну, сомневаюсь. Безбожьих у него ничего нет. Он нигилист. Он сомневается в собственном существовании. Зачем живёт... Я не знаю, что после смерти будет просто ночь. И всё. И всё. И всё. Мы должны поверить, что вам сейчас сатана...